Дневной разворот Общественная организация Российский фонд мира Вот ее как-то вот эта осень Почему-то сказала пугает Мы как специалисты Следим ведь за народным календарем Что сегодня по народному календарю Не припомните Что должно быть Покров-то уже прошел 10 октября И после покрова в нашем крае В воскресенье было 14 октября И после покрова Обычно в нашем крае устанавливался Прочный снежный покров Ой да ладно Ну вы наверное свое детство уже забыли Я свое детство прекрасно помню Более того я помню прекрасно и более поздние годы Я служил в советской армии У нас был переход на зимнюю форму одежды Это было очень важно И вот как раз в начале ноября Всегда падал снег И к 7 ноября нас переводили На шинелки и шапки Ну посмотрим Климат утепляется Не так как говорят экологи А еще быстрее Ну посмотрим Слушайте давайте правда радоваться Мы все рады и рады Просто природа Посмотрим как будут реагировать Не допонимаю в чем смысл спора этого Нет ну просто понимаешь Мы когда встретились Я говорю о какая хорошая погода Ирина Ильевна говорит ой как-то даже страшно Давайте о южной погоде О южных экспедициях Давайте поговорим Хорошо Давайте мы несколько слов скажем о том Что будет сегодня происходить в нашей студии После 13 часов слушайте программу Историческую программу сделанную в ветке Программа уже записана Соответственно в записи и будет выходить Тема программы 25-летия телепередачи Дороги Деревенские Ольга Николаевна Лушникова Наша коллега На протяжении четверти века Делается эту передачу И вот как раз она побывала На неделе мы с ней записали Очень интересный получился разговор Такой жизненный Деревенский естественно Слушайте после 13.05 За жизнь Программа Культпоход разумеется Тоже сегодня будет После 12 часов Мы сегодня там будем говорить Ооо о джазе О джазе О лекции и концерте Который пройдет в Вятском театре Кукол в нашем Вечне зеленое дерево джаза И к нам придет организатор автоконцерта Леонид Ландман Да, это будет 30 октября Я имею ввиду само выступление А Культпоход Еще раз напоминаю через час Слушайте Да, гости уже представили Ирину Юрьевну Частично, частично, да Следующие наши гости Елена Титова Кандидат исторических наук Доцент, участник работ По проекту книги «Культура Родина» Елена, добрый день Добрый день И студент, участник работ Тоже по гранту Книги «Культура Родина» Семен Коснырев Правильно, да? Ставит ударение именно так А на букву У нас редко ударение ставится Это как? Коснырев? Да, у нас в русском языке На букву не принято Коснырев все-таки Да, но если там еще буква «Ё», То Коснырев может еще получиться Коснырев, хорошо Семен Мы, напоминаю, встречались с вами Ирина Юрьевна и с вашими коллегами В конце июля И вы как раз тогда говорили о том Что у вас планируется очень масштабная Этнографическая экспедиция В этой экспедиции вы побывали Вот в материале, подготовленном Специально для нас Что можно прочитать В августе-сентябре этого года Были проведены этнографические экспедиции В Молдавию и Румынию С целью изучения жизни и быта Современных старообрядцев И соотечественников вообще Мне это нравится Не только старообрядцев Да, чего же других-то забывать В ходе экспедиции изучался быт Культуры староверов Которая там именуется Липованами Ну так, по-румынски красиво Липованами Ну и так далее, так далее Давайте, в общем, о вашей работе Сейчас очень важной и интересной Поговорим Почему липованы? Липованы С какого языка переводится? Есть несколько версий Откуда произошло это название Прежде всего Липовые старообрядцы Старообрядцы поддельные Нет, вовсе не так Туда казачество переселялось После многочисленных войн Русско-турецких Разных других На рубежи государства Чтобы охранять эти рубежи Служило население И они были филипповцы Филипповцы, то есть? Филипповцы Ну это один из толк Одно из направлений Вот В старообрядчестве Да, в старообрядчестве И местное население Постепенно для себя Переделало этот термин Были филиппования Стали липования Нет, нет, пилипоны А, пилипоны Ну так вот Как бы на местные языки А, соответственно Звуки Ф и П А потом эти пилипоны Тоже модифицировались Липования Вот Потому что истинный смысл Особенно для не старообрядцев Уже был забыт И вот они просто так Переделали Новая жизнь Вот такая Старого термина Вот Ну прежде всего Надо сказать Что эти все работы Как и прежние Проводились по гранту Президента Российской Федерации Давайте сейчас Ирина Юрьевна Напомним Что есть вот этот проект Книги культуры Родины Да Этот проект Один из победителей В грантовом конкурсе Фонда президентских грантов Вот И По направлению Работа с соотечественниками И вот Вы там заметили Что не только старообрядцев Хотя они центральные Как говорится Исследуемые Вот В этом проекте Других Русских Мы каких изучали Прежде всего В Молдавии Это те Которые Были там Не приверженцы Старообрядцев К старообрячеству А просто С советских времен Жили Например По распределению Приехали Наши братья По Молдовской СССР Молдавской СССР Сначала А СССР Потом СССР В Румынии Много русских Было В период Социализма От смешанных Браков То есть В общем-то И потом Ведь не только Русские Наши соотечественники А этот край Достаточно Пестрый Там живут И румыны И болгары И венгры И русины Словакии Поляки Украинцы Украинцы Поэтому тут Видите И славянских Народов Много И не славянских Гагаузы Тут такие Гагаузы Напомните Гагаузы Это тоже Одна из Прикорпатских Групп Тюркского Происхождения И так далее То есть Там много Всего Поэтому Край такой Полиэтничный Очень-очень Вот у нас Кировская область Тоже Неманоэтничная Территория Но Там вот Своя специфика Очень яркая Там поплотнее живут Чем мы Да И расстояние Там очень Ну меньше А глянуться не успеешь Хоп Уже другой район А глянуться не успеешь Уже в Румынии Как бы Вот как бы Вообще-то хорошо Это как глянуться Веронизу В Румынии Нравится Да Напомните Почему Поясните Почему именно Вот эти регионы Были выбраны Для исследования Ну это не Один такой Наш зарубежный Вояж Еще как бы На север Предусмотрена поездка Она впереди еще Да Она еще впереди Потом мы еще скажем А здесь вот просто Видите Там вот эти Липования Они приверженцы Старо Австрийского толка То есть поповского толка И у нас Как бы При Урале Тоже Это согласие Широко распространено Оно очень активное Они молодцы Это такая ветвь Старообречества Да То есть есть поповцы Есть беспоповцы Поповцев иногда Называют австрийцами Или белокреницкими Потому что Белокреница И была в Австро-Венгерии В Австро-Венгерской империи Да Потому что они долгое время Находились как раз под Да Да Поэтому как бы Вот у них особенностей Там много своих Мы вот посмотрели Какие у них костюмы Ну понятно Посмотрели с нашими Такие яркие Сочные Хотя и казаческая Вот первая основа Где-то видна А яркие сочные Почему это вот так У них традиция сохранилась Или просто у них денег побольше Они могут себе поверче Нет Ну там все в окружении Красные Малиновые Там кружева Бархатные ленты Там все такое Вот как бы Ну потому что местные Народы Те же молдаване Румынии У них там много Красного Малинового Черного Такой вот Вышивка ковровая Почти что там Ну юг все-таки Да потому что Сами-то люди Напомните как выглядят Ну они Славянского вида Все хорошо Да Темненькие Светленькие 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 Ну темненькие Просто у нас То есть Для З 사� displaced Румынии Румынии Молдаван Значит какие-то темненькие Обычно Ты как песня Это tenido Нет, русские, видите, раз они были приверженцы старобрячества, им нужно было замуж выходить или жениться только на своих. Поэтому их это как бы спасало от симуляции. Поэтому все это тоже славянская внешность, как у нас. Но есть, конечно, смешанные браки, особенно когда в период социализма и в Молдавии, и в Румынии религия полностью сходила на нет. Поэтому тут так-то есть смешанные браки. Причем смешанные браки не просто русский молдаванин, русский румын, а русский молдаванин, венгр, румынин, венгр, русины. То есть там всякая комбинаторика такая. На языке на каком общались? Вы-то с ними на каком говорили? В Молдавии, конечно, мы общались на русском. Русский широко распространен. Без проблем там, да? Без проблем. Русский у них такой современный, как у нас теперь. Да, да, да. А вот в Румынии у Липован, а некоторые говорят на современном русском, некоторые говорят на русском, но на том варианте, которым они переселились в XVIII веке. И вот мы их записывали с Леной и послушали. Приведите пример. Ой, ну привести пример очень трудно, за ними повторять. Лена, подключайтесь. Лена, подключайтесь. Да, я тоже сейчас вспоминаю. Может, какой-то вот пример. Поднимите немножко микрофон. Яркие словечки какие-то. Они цензурные? Конечно. Это же старообрядцы, Господи, побоися Бога. Ну, например, они способен его называют таблетки. То есть у них не таблетки. Колеса, что ли? Нет. Бусинки или что-то такое. Бусинки? Да. Милок, принеси мне бусинку, голова у меня что-то болит. Да. Или вот, например, я положил деньги на счет банки. Он говорит, я поставил деньги вот на счет банки. То есть какая-то ментальность, они это видят по-старому. Ну, дочи, матьи вот это вот у них старое. Отец, тятя? Да, вот это все старое. И вот, знаете, с ними так говоришь и думаешь, вот, понятно, там чувствуешь очень большие архаизмы в русском языке. Но в то же время кажется, а может, это белорусский язык, а может, это украинский. То есть какая-то смесь белорусского, украинского и русского языка. Ну, понятно, что когда они в 18 веке ушли, различий между восточнославянскими языками было еще не так много, как сейчас. Поэтому вот они на такой смеси говорят. Мы-то их понимаем. И вот, ну, у них, конечно, манера речи вот такая старинная. Это какая? Ну, я сейчас не воспроизведу. Ну, вот, я говорю, средняя. Ну, сама речь по себе быстрая и не быстрая? Нет, нет, ну, как у нас вот так вот. У нас у Верска считается, что очень быстрая речь, например. Ну, а я думаю, что... Ну, так вот говорят некоторые, медленно, например, тихо. Ну, в общем, на самом деле, вот это первое впечатление, оно проходит, что это вот какая-то смесь белорусского, русского и украинского языков. Старая такая манера. Ну, когда мы, кстати, давным-давно, Лена еще была аспиранткой, работали на Украине, мы там и тоже замечали, что некоторые украинские слова нам понятны, потому что они почти идентичны с архаичными словами русского языка. То есть вот и они, эта группа законсервировались, они там живут давно, но молодцы сохраняют русский язык и песни, они причем так любят вообще фольклор, творчество народное. Это как-то самой собой получается, вот это сохранение? А вот эти песни, они вот тоже с тех лет сохранились, которые они поют? Да, и новые еще от советской власти какие-то там, ой, цветет рябина там, вот такие вот, да, вот такое вот тоже поют. Ну, видимо, и Румыния же она была и в СЭФ, и везде, поэтому как-то были связи такие, вот, в общем, костюмы у них сохраняются. Они, кстати, вот знаете, еще по прежним приездам в Румынию своим, я могу сказать, они больше уважают Россию, чем, может быть, некоторые наши россияне. Вот у них... На основе чего вы сделали такой вывод? Вот, например, они до сих пор школьники, вот мы не в этот раз, а в прошлый раз были в Тульче. Тульче — это один из руманских городов, да? Да, 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 там тоже большая старобрядческая диаспора. Вот, и школы есть на русском языке в Румынии, между прочим, и никто их там не собирается никак уничтожать и так далее. Вот, кстати, у русских старобрядцев в румынском парламенте есть своя фракция, свои депутаты, вот так что... То есть, как и политическая сила представлены тоже, да? Газеты, радио, журналы на русском языке. Слушайте, а газеты там на каком языке, вот, если читать их, то есть на современном русском? Да, на современном русском. Сейчас ответите, прервемся на небольшую паузу. На русском и на румынском, как бы вот. Вот, как бы одна сторона на русском, другая на румынском. Румынские они тоже все хорошо знают. Так вот, возвращаясь к родине-то, на полном серьезе, с большим проникновением дети читают стихи Пушкина, поют песни о России. И даже вот где-то мы современные песни у них позаписывали, уже потом, и там, допустим, прости меня, Россия, что я как бы не с тобой. Вот такие вот, сами придумывают. Это современные стихи, да? Да, 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 сами придумывают, ну, вот какие-то самодельные. У них же была традиция духовных стихов. Вот какой-то, может быть, заменитель, это современная песня о России. Когда там... Секунду, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. По регламенту положено. Скоро продолжим. Об этнокультурной экспедиции кировских ученых мы сегодня говорим. Экспедиция в Молдавию и Румынию уже не первая на счету наших гостей. Давайте сейчас к студенту Семену Костнереву обратимся. Что-то он молчаливо у нас. Семен, расскажите, пожалуйста, о вашей миссии, о ваших задачах в ходе этих экспедиций. Что там, что делал в экспедиции студент-волонтер? Нет, он ездил, он здесь пока еще... А, он здесь был, тылы прикрывал? Он на связи был, чтобы не потерялись? Нет, он здесь работал, у нас же здесь тоже были экспедиции. Помните, мы летом говорили? Да-да-да. И вот сейчас Семен выставку помогает делать, монтировать. Ну, давайте Семен будет говорить с каждой часа. Семен, поближе к микрофону. Пока все ваши товарищи по Румыниям ездили, значит, вы здесь занимались этим вопросом? Да, мы устанавливали выставку в нашем музее. В каком музее? Музей у нас при Вятском государственном университете, находится он в 14-м корпусе, 26-й кабинет. Это где, 14-й корпус? Мы ведь это... Сами студенты, говорят, путаются, а мы-то уж тем более. На Ленина 113. 111. 111, что вы, не путайся. 111. Пять лет в этом здании, от звонка до звонка. Так, так. Вот, мы устанавливали там костюмы. Чьи? Какие? Костюмы старообрядцев. Вот, и различные какие-то, ну, бытовые предметы. Предметы быта. Культуры быта. А старообрядцев-то каких-то, которые где проживают? Понятно, они говорили с румынскими, а у вас-то... Да, тоже румынские костюмы. У нас тоже старообрядцы, они, как бы, похожи. У нас-то где? Ну, в Киевской области. Я просто сейчас в перерыве прозвучал, что вы из Коми, Семен, да? Да, да. Я думаю, я подумал. А в Коми тоже есть старообрядцы, да? В Коми тоже, да, есть проживая старообрядцы. Усть-Цильма знаменитая. Да, в Семене много тоже есть, большинство. Сами-то вы, Семен, не из них? Нет, я не из них. Из обычных, мирских? Да. Чем вам интересна эта работа? Что лично вам она даёт? Ну, даёт опыт по старообрядцам, как жили старообрядцы, чем они занимались, какую одежду носили. Вот это всё интересно, как жили до нас. А сейчас они сильно изменились по сравнению с тем, что было до нас? Вот как вы, скажете, изучали их? Ну, на самом деле это изменились сами мы, а они остались ещё на том же уровне культурном, так сказать, своём. То есть, наоборот, скажем, они молодцы, они сохранили свою культуру. Они сохраняют, да, свою культуру. Это хорошо или плохо, Семен, как вы считаете? Ну, на самом деле это хорошо, то, что они стремятся сохранить свою веру, культуру, религию, всё. Вот. И мы тоже как бы стараемся это, ну, свою культуру тоже продвигать и сохранять её на том уровне, на котором она есть. Выставка сейчас работает, которую вы организовывали? Ещё готовится. А ещё готовится? Она будет общедоступна или будет? Конечно, конечно. Ну, это уже будет с ноября. С ноября она где-то будет для всех студентов. То есть, пока ещё точно даты-то нет, да? Нет, пока она ещё монтируется. Мы там фотографии ещё смотрим, бытовые предметы. То есть, то, что вы привезли, там тоже будет? Да, то, что мы привезли. И костюм старобрядцев, понятно, что сейчас уже как бы он не тот. А мы по фотографиям сделали реконструкцию Липованского костюма. Вы подробно там сфотографировали? Да, да, да. Посмотрели в музеях, да, вот мы с Леной Ивановной там музеи смотрели все фасоны, материалы как бы. А вам там-то не подарили какой-нибудь костюм? Нет. Ну, у нас ведь вот экспедиция по шляпам ездит, им же там дарят, там продают. Нет, нет, зачем как бы. А аутентичные привозят. Как мы потом через границу культурные ценности будем перевозить? Женский костюм, это разве культурная ценность? Да, для женщин культурная. Ну, в общем, сделали мы реконструкцию, всё хорошо. Вот, но мы как бы... Подождите, давайте подробно. Вы прям сами покупали какой-то материал? Да. Сами шили? Да, частично мы там купили. Причём вот я реконструкцию сделала сама. То есть вы сами делали? Да, сшила сама. Ну, что я уже шью эти костюмы. У меня же первая диссертация была по народной одежде. У меня есть такое хобби. Там же нужно было готовить непосредственно. Да, ну, все эти фасоны изучать и так далее. В общем, этот талипованский, раз он нигде не продаётся, как бы я сделала реконструкцию сама. А вот молдавские и запчасти, так скажем, какие там трудно вышивать, да, я купила. А какие можно самой реконструкции сделать, чтобы не платить за них там тысячи рублей и лелеев, я как бы сама сшила. А вот эти элементы, в детали костюма традиционного старообрядческого, там какие-то элементы, они же носят какой-то символ каждый из них? Нет, ну, стилизованная казачья одежда. Стилизованная казачья одежда. Юбкой с кофтой, например, да. Но у них есть свои там детали, фасонья, например, дополнительные застроченные складки. Вот я говорила, цветовое решение другое. А там нюансы такие, вот как у других народностей бывает. Вот, например, девушка замужем, она не замужем. Это все отражается. Ну, отражается, это головной убор, вот как бы. На это есть головной убор. То есть замужние женщины у них носят такой чипец, а он у них по старинке называется кика, кичка. Кичка. Кика или кичка. Кичка, да. У нас это рокот, там, допустим, моржинь, сборник. А кичка, смотрите, это вообще какое-то, вот опять же, 18 века, вот, да. Если не поздно, если не раньше еще. Сарынь на кичку, это, по-моему, клич был какой-то у разбойников на Волге. Нет, нет, нет. Нет, это женский головной убор, на него еще шальку одевают. Нет, я имею в виду, сарынь на кичку термин такой был, я насколько помню, да, вот исторически. Что-то там разбойники на Волге кличали. Ну, может быть, тут, знаете, этимология этого слова, семантика, как говорится по-нашему, это кичка, это нечто какое-то острое такое, вот она, такие углы имеет, они ее вышивают, там, бисером даже делают, а потом платок, вот. Это у замужних женщин, да? Да, а девушки, вот как Лена Ивановна сказала, просто они платок одевают, или как она, вот шалька. Шалька? Шалька, так называют. У них они говорят шалька. Красиво. Ведь видите, почему шалька? Шаль, это, как бы, тюркское слово-то само, а раз там такое окружение, и казаки, и некрасовцы, они же с турками, как бы, контактировали, вот у них эти исходно-тюркские слова больше в ходу, как бы, вот, может быть, так. И цвет такой яркий, насыщенный, как бы, у нас все спокойно, красный самый яркий, а у них там и красный, и малиновый, тут же тебе и черный, и бархат, там, и все, вот, как бы, то есть, вот, такое население. Елена, что вам показалось лично самым любопытным, самым интересным в ходе этой экспедиции для вас, как для ученого в том числе? Мне показалось наиболее интересно именно сравнение традиций, обычаев и мировоззрения старобрядцев здесь, проживающих у нас в Кировской области, и старобрядцев вот за границей, в частности, в Молдавии и Румынии. А еще разница для меня была в том, что я в основном занимаюсь исследованием старобрядцев без поповцев и ближе, скажем, к ним, к этой среде. В чем вы можете пояснить, для тех, кто не очень в курсе, в чем принципиальное отличие от беспоповцев? Здесь, на самом деле, нет ничего сложного, то есть, беспоповцы это те старобрядцы, которые отвергают священство, то есть, они считают, что не нужны посредники, не нужны священнослужители. Да, то есть, после раскола, раз больше нельзя там было делать высшее священство, вот у них, батюшка, у них называется наставник, да, Лена? Да, наставник, духовный отец у них, а такого нет, что... Идти на службу, иерархии, церковные иерархии, этого нет, службы есть. Вот просто у иерархии церковной нет. Да, у иерархии церковных нет, ну и еще у них некоторых обрядов из-за этого нет. Вот, там, например, венчание редко тоже бывает, ну или еще у них бывает, как это, в церкви-то когда, не причащайся, причащайся у них. Нет, а как в лоно церкви погружают, в лоно веры? Вот у них по-другому, другая. То есть, не крещение, не крещение, а вот причащайся, причащайся, нет. По-другому там все проходит, да. Это поповцы и беспоповцы, вот. И поэтому, конечно, когда мы выехали и окунулись в среду совершенно других старообрядцев, зарубежных, особенно мне понравилось село Кунича, там... Это в Молдове или в Румынии? В Молдове, да. И там мы общались очень тесно и с очень многими интересными людьми, старообрядцами. Они, конечно, были поповцами, но и мне сразу стали бросаться в глаза вот эти вот некоторые отличия. Ну и есть и сходные моменты, да. То есть и в мировоззрении, и в понимании, и даже в воспитании детей тоже сходные моменты там встречаются. То есть для меня было вот именно самым интересным вот это сравнение. Ну и, конечно, мировоззрение людей, то есть их понятия, такие... Ну что больше всего вас удивило, поразило в мировоззрении? Что есть там, а чего нет в наших. Чистота. Чистота, да. Чистота дома. Духовная. Духовная чистота, да. И вот такие люди мне показались очень нравственными, очень такими чистыми, добрыми. Труженики большие. Да, труженики. У них, знаете, какие там сады... Нет, тут труженики-то и у нас старообрядцы. Нет, подожди, а вот непосредственно люди, с которыми мы общались, труженики, вы имеете в виду, они как... Ну, свое хозяйство ведут. Своё хозяйство. Потом в колхозах они были, какие-то передовики. Миллионеры-колхозники. Вот у них этот... Кунича, во-первых, там старообрядческий монастырь. Не скит, а вот целый монастырь, представляете? Вот, он до сих пор действует. И одна из старых монашек, ей, по-моему, даже 102 года. Опа-нки. Агриппина какая-то. Агриппина? Да, да, да. Красивая. Вот, инокиня Агриппина, по-моему. У меня бабушка Октябри называет. Ну, Октябри, да. Ну, это советское немножко другое. Агриппина. И этот монастырь они продолжали поддерживать и в советские годы. Хотя вот сделали в Куниче это и колхоз. Он был миллионер. И он был не просто миллионер, а как-то супермиллионер. Там вот за один... Супермиллионер, это миллиардер уже. Да, ну, как-то вот. То есть они даже и вот это миллионерское состояние перехлёстывали. У них вот как-то такая доходность была. Вот именно за счёт трудолюбия, видимо. Да, все сады, всё, ничего не пропадает. Всё там как-то перерабатывается. Ну, вообще старообрядцы изначально, они считаются людьми зажиточными, поработящими, хозяйственными. Вот это тоже всё вы увидели, да? У них два было консервных завода. Вот яблок много, винограда много. Хуб тот же в колхозе. Всё переработали. Потом на весь Советский Союз посылаем. Как бы вот так. Сейчас у них такие урожаи. Грецких орехов, винограда, там всего. То есть, ну, жалко, что вот, как бы, видите, нынешняя политика... Угостили хоть? Ой, да мы там, как бы, душу отвели, конечно. Или деньги просили. Нет, 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 всё, как бы, бесплатно. Но всё пропадает, потому что работ нет в Молдавии, в Румынии. И вот молдаване, они, ну, вообще, жители Молдавии. Не просто молдаване по нации, а все молдаване. Они в большинстве ездят в Россию на заработки. Все ещё раньше ориентировались на Евросоюз и на Румынию. Но уже сейчас бросили это дело, потому что там уже, как бы, работ нет для таких пограничных регионов. И вот те, кто ездят в Россию, в Сургут, там, в Москву работать, на всякие стройки, они просто рады и счастливы, что у них вот есть... И русские вот как раз, о липовании эти, понятно, что они ездят в Москву или в Россию на заработки. И поддерживают вот так вот своих стариков в этих деревнях. А внутри-то они себя, кстати, как идентифицируют? Они русские, они молдаване, они старобряцы. Нет, они русские, они знают, что они русские. Русские. Да, но жители Молдавии, жители Румынии, вот так вот. И, кстати, один нам старобрядец в Румынии, тоже интересно. По-нашему Фёдор Афанасьев, а они вот уже маленько стилизуются, Фёдор Афанасьев, говорят. Ну, видите. Фёдор Афанасьев, как будто двойное имя. Да, вот. То есть это возвращается в первоначальное далёкое состояние, когда Фёдор Афанасьев не было. И он говорит, что у нас две родины, вот Россия и Румыния. Хотя в России они 300 лет не были, да. Говорят, так всё равно Россия наша родина, вот и Румыния тоже наша родина. То есть вот такое сложное у них как бы представление. Настало время сделать ещё одну паузу, это рекламная пауза. Сейчас будет полторы минуты, её уделим, и наша беседа продолжится. Ну что, продолжаем наш разговор. Вернулись наши гости из этнокультурной экспедиции в рамках гранта президентского книги «Культура Родина». Вот мы поговорили о том, как вы встречались, собственно, вот с липованами, с этим интересным таким, скажем так, не знаю, можно ли сказать, народом, но с такой общностью людей. Ну, группа русского народа. Группа русского народа, вот в Молдавии, Румынии. Но вот, насколько я знаю, вы ведь не только оказали, вы ещё и столицу Румынии посетили. Конечно, конечно. Можно, простите, я перебью. Семёна, хочу спросить, липованки симпатичны, или у нас в Кирове лучше девушки? Да он же их только на фотках видел. Его же не допустили, понимаешь, туда. Готовится пока. Его же туда не пустили. Все девушки красивые. А, все девушки, да. Вот так вот, видите, вот так вот. Дипломатичный ответ, очень дипломатичный. Простите, прервал, да. Да, в Бухаресте вы оказались как? Да, во-первых, мы там работали с местными общинами при газете «Зори». «Зори» — это русское слово «Зори». Да, «Зори» — это газета, которая государственная газета на русском языке, вот русская этой общины. Есть у них журнал свой на русском языке «Китишград» старобряческий. Ну, какие названия такие классные. Вот радио у них свое есть, кстати, на русском языке, школа на русском языке, причем не только в Бухаресте. Эхо Москвы в Бухаресте. Да, кстати, а почему бы нет? Вот, и мы, нас пригласили с нашими вот этими выводами первичными на одну конференцию научно-практическую, которую организовал научно-исследовательский швейцарский институт. А что, швейцары там делают? Они тоже, что ли, старобряцев изучают? Они не только старобряцев изучают. И потом, там ведь не одни швейцарцы. Там вообще, как правило, все не вот такие, они интернациональные. Там кого только нет, как бы, вот, среди сотрудников. Да, практически. Вот. И была конференция по пограничным группам в Европе. То есть, вот, что делают национальные меньшинства, которые расположены на пограничьях. Если у них какие-то конфликты, понятно, есть. Как их решать, опыт, вот, как их вообще позиционировать там. Ну, такая интересная конференция. Там выступали по Сербии, по Македонии, вот, в преддверии этого у них референдума. По спорным границам между Венгрией и Украиной, между Польшей и Украиной. Там, Болгария. Ну, в общем, в Европе полно таких вот мест. И они сейчас все ломают голову, и политики, и ученые, и общественники. Что с ними делать вот там? Та же, например, вот, Лена, Республика Сербская в Боснии и Герцеговине, как бы, автономный округ. Сама Сербия, сама Македония, там. Вот, те же цыганы, кстати. Сейчас по закону, по конституции Румынии цыган нельзя называть цыганами. Они тоже часть... Граждане цыганской национальности? Нет, нет, они румыны. Ну, романы, ромалы, как бы, вот, они все румыны. Цыган, слово, как бы... Да, они по-румынски говорят там. Они по-всякому говорят. Потому что у них же, как бы, свой язык еще есть. Да, и русские понимают, то есть они такие мигранты, они все понимают. Профессиональные мигранты. Вот, и мы, как бы, выступили с нашим видением, как русские с севера воспринимают русских из юга, и вообще, какой опыт, вот, контактирования этих национальных меньшинств в ограничьях. Вот у нас вот есть в России, и какой там. Ну, на наш взгляд, как бы, у нас вообще мало проблем, у нас есть хорошие методики, не только решения национальных споров, а вообще их профилактики, чего почему-то в Европе нет. И вот у них даже предлагают решать межнациональные конфликты на пограничьях путем отрезания этих территорий к другой стране. Так, здесь убавим, тут добавим, да? Да, да, да. Этих заберите себе, этих отдайте нам. Как-то мы до такого очень для нас... Но у них границы сейчас все-таки более гибкие, чем у нас. Ну, не знаю, но не до такой же степени, как бы, потому что ведь есть там Хельсинский договор о нерушимости границ в Европе, хотя он уже был нарушен. Да, он уже несколько раз уже нарушен. Но, как бы, дальше-то его зачем, как бы, еще дальше и дальше инспирировать эти разрушения. То есть, как же... Вот мы опыт свой представили, наше видение. Понятно, что у ученых в Венгрии очень голова болит о венгерских диаспорах, на Украине, в Румынии, в той же. Они за своих, как бы, очень переживают. Мы за своих русских тоже переживаем вообще. Вот. Ну и возвращаясь, как бы, к итогам, я хотела бы сказать, что, вот, на самом деле, у них, видите, люди 300 лет живут вне Родины. Они сохраняют свои обычаи, обряды, язык. Вот, пусть даже архаичный или новый, кто говорит, тоже есть. И у них есть свой российский патриотизм вместе с патриотизмом той страны. И, как бы, для нас это какое-то открытие, понимаете, что вот они тоже патриоты России. Пусть по-своему там они к ней относятся хорошо, книги сохраняют, книжность. Видите, первым делом все печатные издания, книжность. Вот пусть там не 17 века книги, но все равно вот печатные слова. Кстати, у них, вот, помнишь, Лена, у них много писателей. Но сейчас интернет, интернет сейчас позволяет, собственно, и заходить. Российские союзники, то есть читатели. У них много писателей, поэтов среди старобрядцев, художников. Да. Очень много. Да, присоединяйтесь. Да, как раз вы что-то у Лены-то когда-то хотели и спросить. Ну, вот, например, Семен Васильевич Придорожный. Мы познакомились с ним тоже в ходе экспедиции. Это кто? Писатель? Писатель. Писатель, юзаписатель. А, цифер-писатель, это российского? Нет, молдавского. Молдави, да. То есть, и он пишет замечательные произведения, и книги, и художественного характера. И как он говорит... Его приглашают везде. Да, и как он говорит, все, что он пишет, написано на основе реальных событий. То есть, в принципе, он просто... Ну, например, что он пишет? Он пишет рассказы, ну, какие-то такие бытовые сценки, рассказы. А, вот именно из быта и из жизни как раз вот это вообще. Да, но вот эти сюжеты он берет из жизни, из реальной жизни старобрядцев. Ну, как говорили, ведь мы в 19 веке, что русская литература очень реалистичная. Что она такой, можно сказать, источник. Вот это из этой же оперы, как говорится. Журналистика-то как реалистичная. Журналистика, да. Она, по-моему, даже менее сейчас реалистичная, чем художественная. Хорошо, две минуты. Остаются планы ваши. Давайте дальше, что куда дальше двигается. О воспитательном эффекте еще поговорим. Да, официально. Вот для нас это новость. И в планах мы, конечно, будем придумывать какие-то формы работы, чтобы вот этот патриотизм осмыслить, какой у них, какой у нас, и что-то сделать из этого более эффективное. Потому что все равно, как говорится, без сыря в голове, без Бога в душе жить нельзя. Все равно у людей должно быть что-то хорошее, радостное, счастливое в жизни. Не одни проблемы и стрессы. И вот здесь, когда большое видится на расстоянии, мы даже и себя по-другому стали воспринимать. И, кстати, тут же в учебный процесс, научное исследование студентов это все вводим. Чтобы они тоже втягивались в эту нужную работу. Как бы вот так вот. И вот видите, получается, наша вятка, она не где-то там перед Уралом, на краю карты Европы. Она в самой гуще Европы с нашим опытом и с нашими вот такими наработками в межнациональных общениях. Какие маршруты впереди у вас? Ну, теперь мы на север. Балтия, Польша. Как бы у нас еще есть там, кстати, старообрядческие общины появляются и в Финляндии, и в Норвегии, и в Англии. Но это уже как бы вообще не про этот год. И это на следующий грант. Ну, посмотрим. Тут вопрос ключевой. Нужно поддаваться снова на грант. Довольно в следующем году. Или это все уже в этот грант входит? Нет, нет, в этот грант. Все ведь нельзя. Объять необъятное, конечно, нельзя. Но вы уже видите большой эффект. И общественный. То есть вот раз это же президентские гранты для общественных организаций, для общественного сознания, вообще представления. Конечно, вот это новое видение русских. Как бы, потому что мы всегда занимаемся чем-то другими, какими-то там распорями. А давайте заниматься, где все мирно и хорошо. Как бы вот, чтобы оно расцветало и ширилось и укреплялось. И чтобы этот опыт распространять на те территории, эти проблемы есть, безусловно. Ну, собственно, людей-то, к которым съездили, у них как с возможностью к нам выбраться? По-всякому. И им показать вот наших старообрядцев. Ну, они же на работу-то ездят сюда? Ездят на работу. Ну, допустим, старообрядческие общины в Австралии, там много очень миллионеров. Они зажиточные люди. В Америке они очень состоятельные. Вот сейчас идет программа, их перевозят на Дальний Восток, в Карелию. Кстати, вот был съезд старообрядцев. И когда мы были летом, они все готовились, и молдавские, и румынские, ехать в Москву на съезд всемирное старообрядчество. Вот, поэтому, как бы, то есть это очень стабильная, надежная группа русского населения. И понятно, что ей нужно особое внимание уделять. И вот все положительное, что они сохранили, должно пользу приносить и всем другим. Еще раз напомню, что итогом, или промежуточным итогом, да, этих поездок станет в скором времени выставка, которая отходит на Ленину 111, один из корпусов Ветского госуниверситета, перекосок Ленина и Красноармейской, да. Еще раз кабинет напомните, 200. 206. Это лаборатория у нас, РАНовская лаборатория в системе Уральского отделения РАН, этнографическая лаборатория, вот в ней. Вы гарантируете, что любой желающий сможет зайти посмотреть? Ну, с паспортом, через контроль, и нас надо заранее предупредить, потому что мы там не всегда бываем, то есть надо будет, как бы, соотнестись и договориться. Хорошо, хорошо, я думаю, что многих это заинтересует, тех, у кого там, в том числе, старообрядческие корни. Спасибо большое, спасибо нашим гостям, Марина Тружкова, Елена Титова и Семен Костнерев. Ой, я еще забыла сказать большое спасибо нашей общине в селе Красном и батюшке, отцу Герману. Они большие молодцы, нас поддерживают и помогают. Присоединяемся, конечно. Спасибо большое, завершенный дневной разворот, культпоход через 20 минут. Чем отличается психолог от психиатра? К психологу никогда не поздно. Спасибо. 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 Спасибо.